Потеряла единственное жилье и героиня следующего сюжета. Женщину обманули телефонные аферисты. Они сообщили, что в кратчайшие сроки сим-карта ее мобильного телефона будет заблокирована. Закончился срок договора. Что из этого вышло, расскажет Вячеслав Горланов. У нас до блокировки вашего номера телефона осталось еще 20 минут. Подскажите, вам удобно будет продлить договор дистанционно в формате или вы обратитесь в ООН с этого связи? Так начинается на первый взгляд безобидный разговор. Добрый менеджер оператора связи заботливо предупреждает об окончании контракта. Мол, если его не продлить, номер заберут. Но все можно исправить, не выходя из дома. Абонент, наблюдая, что вам уже было отправлено СМС-озвитомление, попрошу вас ознакомиться и озвучить номер договора. Получив заветный код, мошенники попадают в личный кабинет жертвы на госуслугах, где хранятся паспортные данные. А значит, могут оформить кредит или снять все деньги с банковских карт. Но современные жулики пошли еще дальше. На мое имя была составлена доверенность, в которую входили все мои данные, на имя Ларионова какого-то там, и с предоставлением всех последующих услуг и действий, как пишется в нотариальных, заверенное нотариусом с печатью, с подписью и моей электронной подписью. Мы разговариваем с Галиной в подъезде дома, где еще недавно была ее собственная квартира. После общения с телефонами-аферистами квадратные метры женщина потеряла. Она поверила, что ей звонит сотрудник Центробанка и следователь, которые попросили вывести преступников на чистую воду, опередить их сделку с продажей ее недвижимости и все деньги перечислить на резервный счет для сохранности. Убедительный собеседник подослал Галине риэлтора и подсказал тот самый безопасный счет, куда следует перевести всю наличку с продажи квартиры. А уже через несколько дней сам риэлтор в сопровождении еще одного мужчины переступили порог ее дома, как новые хозяева. Они пришли, значит, он хамски абсолютно вел себя, просто хамски. Он стал открывать шкафы, выбрасывать одежду на пол, обувь на пол выбрасывать, валяется на кровати в кроссовках, кухни, значит, шкафы открывает, смотрит везде там это все это. На сборы Галине сынам дали два дня. Семья решила не сдаваться. Поставили видеокамеры и сменили замки. Представитель нового собственника приехал рано утром, заметив перемены, учинил погром. К вечеру в подъезде развернулись настоящие боевые действия. Он стал ломиться в дверь, стучать, барабанить, кричать, оборвал все провода, выключил там свет в квартире, у нас нету света. Не в вашей квартире. Потом представился, что он полицейский. Подождите, свет выключился в квартире Светланы Николаевны. Вот этот человек, который сейчас стоит, это мошенник, который отправляет. Откройте дверь. Нет, ни в коем случае. У меня свидетели есть, три человека. Это ложь. По договору квартира действительно принадлежит другим людям, а сама Галина уже выписалась. Женщина до сих пор не понимает, как могла попасться на уловку преступников. Когда человек с тобой разговаривает в форме следователя, из кабинета, грамотно, прессовывает всю обстановку, которая и просит помощи у меня, чтобы я помогла им выловить мошенников, то у меня даже мысли никакой не было, что это могут быть подставные лица. Уголовное дело по факту мошенничества полиция возбудила. Но доказать, что продажа квартиры произошла под влиянием аферистов, будет сложно. Куда идти и как найти те самые 6 миллионов, которые отправил аферистам, Галина не знает. Ее сын продолжает держать оборону и не пускает в жилище даже мать. Сейчас попытаемся постучать в дверь. Говорят, что там находится сын бывшей хозяйки, чтобы получить ответы на интересующие нас вопросы. Скажите, пожалуйста, это телеканал ОТС. А в ответ тишина. Представитель нового собственника тоже особо не откровенничал. Лицо прятал под маской. Ближе к вечеру Галина все же попала в свою бывшую квартиру. Пенсионерка весь день провела в подъезде в одной пижаме. Поэтому неравнодушные охранники накинули на ее плечи свою куртку, чтобы не замерзла.